Этих ребят не принято называть трудными. О них, говорят, нуждаются в особом внимании государства. Взрослые стараются не напоминать подросткам о прошлом, о необдуманных поступках, благодаря которым они попали в списки комиссий по делам несовершеннолетних. Собрали детей со всех уголков края, из отдаленных станиц и хуторов. Место экскурсии выбрано не случайно. Здесь, среди Олимпийских дворцов, уверены взрослые, в детях возрастает чувство патриотизма. Для каждого нашего ребенка важно ощутить себя частью великой страны, частью нашей прекрасной Кубани. Потому что Кубань – это край великих достижений. И каждый из них сейчас, проникнувшись чувством гордости, конечно же, понесет эту историю дальше. Конечно же, захочет совершить такие дела, которые впишутся в историю Кубани. Практически все ребята, которым от 10 до 14 лет, в Сочи впервые. Они впервые ехали в поезде, впервые увидели море. Разумеется, эта поездка носит и педагогический характер. Наставники так называемых трудных подростков уверены, после таких положительных эмоций обязательно наступит переоценка ценностей и желание стремиться к лучшему. Мне очень понравилось Сочи. Здесь очень красиво. В общем, хорошая была идея привезти нас сюда, посмотреть на олимпийские объекты. Все очень здорово. После экскурсии по прибрежному кластеру юных гостей Сочи повезли в Красную Поляну покатать на подъемниках. А уже завтра они отправятся домой. Там их ждут новые проекты и участие в новых социально значимых мероприятиях. «Спасибо!» Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.